Привет, кто смотрит записи, привет, кто смотрит онлайн. Сегодня мы сделаем обзор патча 4.1.0, всё новое обсудим. Единственное, что не будем обсуждать, это то, что происходит в данный момент в Лабиринте. Имеется в виду всё то, что полностью обновили, об этом уже есть обзор у меня на YouTube-канале, можете пересмотреть, либо банально прочитайте это в новостях. Но обзор вот именно 4.1.0 мы сейчас и сделаем, а после этого будет обзор на всех трёхзвёздочных монстров ветра в этой игре. Моё личное мнение, куда использовать, где, использовать, раскачать ли как игрушку, либо просто скормить, потому что это банально стопроцентный корм, либо там идёт на гексограмм. 4.1.0, обновление Лабиринта Тартаруса. Здесь в общем это всё вы можете прочитать в старом обновлении, либо у меня в видосике. Коротко от себя, что могу сказать, что обновили конкретно в Лабиринте. Во-первых, теперь вы делаете не 3 атаки в день, а 5 атак в день. Теперь, если вы убили босса, вам за первое убитие Тартаруса, за то, что его убили, вам дают сундук. И вы можете открыть и там получить какие-то плюханы. В общем-то, в награду вы можете зайти в Лабиринте и это посмотреть, когда вы убьёте его. Если вы убили Тартаруса вообще вот полностью, не просто продамажили его, а убили его все гильдии, после этого вы можете на халяву ходить и дамажить, собственно, всё вот это вот, и получать с этого плюшки. Все остальные комнаты вы можете бить, любые, я так понимаю, комнаты, ещё не знаю точно. Вы можете их пробивать каждый день по 5 раз и получать с этого плюхи. Тем более, это бесплатно. Это прям очень хорошо, единственное, я не знаю, будут ли давать с этого вот эти гильдийские очки. Посмотрим, посмотрим на это дело. И, естественно, поменяли рейтинг. С эски сделали, считай, 3 эски и добавили количество сундуков, опять же, зависящее от рейтинга. Это тоже хороший, естественно, бонус. Но по поводу этого вы можете прочитать вот здесь полностью улучшение лабиринта Татаруса, либо посмотреть одно из предыдущих видео. Дальше. Одно из важных обновлений это то, что они якобы ускорили эффект крафта рун. Кроме легендарки. Я так понимаю, они сделали это специально, чтобы как бы замедлить вот это вот всё дело, чтобы вы там случайно не продали. Типа, чтобы было отличие по времени к крафту. Допустим, если вы крафтите и вам влазит синяя руна, она появляется очень быстро и вся анимация быстрая. А если легендарка, она как, ну знаете, как молнии, типа, когда вы свитки открываете, чтобы вы не пропустили там первача какого-то, либо четвёрку какую-то, либо вейкнутую четвёрку. В общем-то, я так понимаю, они это подобное решили реализовать и в крафте рун. Ну, наверное, это интересно. Сегодня будем крафтить около 80 листа рун. Это останется в записи на Твиче. Это, наверное, самое важное. Так, и сразу, чтобы далеко не бегать, они уменьшили конкретно цену создания рун. Ну, средние руны никто не крафтит. В здравом уме, естественно, все собирают на высшие руны. Там вам падает либо синяя, либо розовая, либо оранжевая. Зачем крафтить средние, я не вижу смысла. Тем более, цена в 5000 маны отличается. Но сейчас цену понизили очень сильно. С 50 тысяч на 15. Если вы крафтите Виолент, если вы крафтите Иммунитет, Вампирик, эти руны вам ещё и дадут некую выгоду крафт. Раньше, вот буквально вчера, да, все, кто крафтили руны, они уходили всегда в минус. Всегда. Хоть вы все руны продаете, вы всё равно уходите в минус. Стабильный минус 100%. Как минимум в два раза вы по мане проседаете. Сейчас вы либо останетесь при своём, либо ещё и маны больше получите. Но тут уже зависит от того, сколько рун вы хороших себе оставите, и ещё и захотите их проточить. И вот только тогда вы уйдёте наверняка в какой-то там минус. В общем-то, сейчас крафтрун реально выгоден. Вы не улетаете в минус огромный по мане, у вас после этого жопа не горит, что вы там всю ману профукали, и ничего из этого не получили. Раньше я крафтрун называл просто мана на ветер. Вот, просто выкинул, и всё. Абсолютно бесполезная трата маны. Сейчас же крафтить можно. И буквально вчера я хотел крафтить руны прямо на стриме. Вы знаете, еврейская чуйка спасла. Это ж сколько бы маны я просрал. Как минимум 3 ляма я бы просто вот профукал. 3 миллиона маны улетело бы. Так что это очень хорошее обнова. Плюс они, ну я не знаю, кто-то покупает это или нет. Цена материалов для создания рун, вот эти вот символы всякие разнообразные, они уменьшили цену. Плюс повысили количество, которое вам дают за эту цену. За 150 кристаллов вам теперь дают по сотне. Но это, наверное, для тех, кто, не знаю, донатит в игру, и он хочет быстрее получить какие-то руны. Может быть для них это будет выгодно. Но не знаю, я ни разу не покупал, и вряд ли когда буду покупать. Они всё равно и так сыпятся с 10 гиганта, дракона. В общем-то это не проблема. Также одно из важных обновлений, не знаю, покупаете вы или нет, я вряд ли буду покупать. Может когда-то соберу 10 сундуков чисто для видосика, и посмотрим, какие руны оттуда, собственно, повыпадают. Возможно, я накоплю 6000 медалей, и мы, соответственно, откроем 10 сундуков. Вот эти легендарные сундуки, которые стоили 1500 медалей, теперь они стоят 600. Следовательно, в 2,5 раза они понизили цену этого сундука. Но стоит оно того или нет, вам же там вылазит одна руна. Стоит того, не стоит, тут уже, конечно, решайте сами. Может быть, когда-то, я же говорю, накоплю медали, и мы сделаем вот такое вот отдельное видео. Но и самое, что ни на есть, офигенная обнова, лично для меня, это то, что они за арену, за онлайн-арену и за ГВ ввели возможность покупать не по одному свитку. Мистик, огонь, ветер, вода. А теперь по 3 мистика можно покупать. И я так себе рассчитал, что мои 13 тысяч медалей с арены улетят очень быстро. Крайне быстро. Но в данный момент мне нужно из воды какие первачи. Правильно, ни один первач из воды мне не нужен. Из огня только Зайрос, по факту. А из ветра около 5-6 первачей мне бы не помешало. Поэтому я теперь буду скупать тупо ветреные свитки везде, где могу. И, соответственно, мистики. А огонь и воду просто покупать не буду. Скажем так, ну, чтобы хватало на все остальное. Но за арену, пока не профукаю все медали, я буду скупать тупо все. И решили собирать свитки до нового года. С этого дня я начинаю копить мистики к новому году. Буду стараться показывать в каждом видосике вам то количество свитков, которое у меня накопилось. Сейчас я, естественно, и покажу, что еще они тут добавили. Ну, вроде бы ничего такого интересного. Сейчас я пройдусь быстренько и глазами. Так, создание. Исправили какие-то ошибки. Я не знаю. Я не замечал. Вот здесь, в общем-то, какие-то ошибки. И какие-то багфиксы поправили. Но самое главное, это лабиринт поправили. Улучшили как дроп, так и количество сундуков, так и кучу всего остального. Также сделали 5 атак. Это зашибись. И как бы больше мотивации теперь формить лабиринт. Тем более, для новичков там сделали изи-версию. Вообще круто, тенюшка, крутота. Только теперь кто-то единственный минус лабы. То, что не у всех будет монстров на 5 атак. Но при этом где-то нормал какой-то или изи вы все равно сможете пробить для ачивки. Все равно, когда гильдия убила Тартаруса, это бесплатно. Поэтому там себе мучайте, трайте. Вы только время будете тратить свое. Если что, если у вас будет не получаться что-то. Бесплатные заходы. Это прям вообще крутота. Так что и стабильно в день выбить 5 рун. Так еще и получить наверняка медальки. Там уже посмотрим, будут их давать или нет. Ну и какие-то плюхи с этого получать. Это круто. Плюс опять же сундуки. Но самый офигенный, как по мне, реворк и переделка всего патча, это конечно же скупка свитков. Их теперь будет намного больше у всех. Ну главное не новичок. Если вы не раскачали здание до 10 уровня, вам эти свитки вообще не надо покупать. И конечно же уменьшенный крафт рун. Цену, это цены крафта рун. Это прям вообще зачет. С 50 тысяч на 15 тысяч маны. Это крутотенько. Даже если бы они в 2 раза уменьшили. Да даже 1035 бы, если бы сделали за крафт рун. Это уже было бы хорошо. А с 50 на 15 это прям зачет. Я надеюсь они цену не повысят. А, ну еще естественно мы не можем не оговорить. Это новый пак. Если вы решили его купить. Если вы там с России еще откуда-то. Не важно откуда вы хотите купить его дешевле. Обращайтесь ко мне. Я вам куплю его дешевле на 8%. Любой пак в игре могу вам купить на 8% дешевле. Допустим у вас пак стоит 7500. Отнимите 8%. Получится 6900. Если так по-быстрому считать. Я вам куплю его считаю на 600 рублей дешевле. Так что вот этих паков вы можете скупить там 5 штук максимум. Можете покупать через меня. Я вам куплю то же самое. Вы покупаете сам свиток и кристаллы с маной. А свиток вы уже будете открывать сами наверняка. Либо там у меня на стриме как хотите. И там вы уже из списка будете выбирать тех монстров которые вы хотите. В общем они добавили легендарки. Аля камни особого призыва. Вы покупаете этот свиток. И вам предлагают из вот этих трех вариаций призвать этот свиток. Следовательно вы увеличиваете свой шанс на нужную четверку. Либо первородку. Лично по себе скажу. Не знаю ставьте в комментариях какой бы вы свиток именно купили. Или там не знаю взяли бы на халяву. Взяли бы вы Америку, Европу или Азию. Просто напишите один из вот этих скажем так серверов. Который бы вы взяли в комментарии под этим видосиком. Лично по каждому пройдусь. Лично по моему аккаунту. По Америке что мне здесь нужно было бы. Из всего вот этого у меня есть все кроме поняши. Четверок рассматривать не буду. Но вот вот этой подруги у меня нету. Да я бы от нее не отказался согласен. Вот собственно только единорог. И только получается дриада. Ну и на скиллы еще конечно же шакрамки бы зашли. Тут согласен. Хорошо вот из всего. Из Европы. Здесь нет у меня опять же поняши огненные. И у меня здесь нет дри... друида извиняюсь. И нету оракула. Но мне выпадет четвертая царица пустыни. Поэтому явно я бы этот свиток не покупал бы. Не выбирал бы естественно вот этот вот призыв. Дальше из четверок на скиллы конечно зашли бы бумерангши. И вроде бы все. А ну и мехьянг тоже. Нужны штук мне 8 или 9 на скиллы. Так что вот эти вот две подруги. Здесь уже как бы больше вариаций. Три первача и две четверки. И вот самый топовый для меня это конечно же Азия. Потому что у меня нет ни макаки, ни поняши, ни ганимеда. Но мне как обычно выпадет вторая бастет, третья валькирия, либо четвертая этна. Вы же прекрасно понимаете если и выпадет. Ну и из четверок здесь тоже куча всего интересного. Варвары на скиллы всегда нужны. ЛДшками и прочим. Гара уже вроде бы фулл скилл. Вот эти подруги опять же на скиллы нужны. Эти опять же как сами таки на скиллы нужны. Так и при этом люшенов много не бывает. Да. Как минимум три люшена. У каждого в лейте будет. Два обычных пвешных. И один ддшный под арену. Там под гв и прочее. У некоторых даже 4 у зажравшихся. Ну понимаете. Поэтому вот этот вот азия пак для меня был бы самым интересным. Потому что здесь либо ганимет, либо макака. Это было бы вот вообще чума. От поняша бы тоже не отказался. Но она нафиг не нужна. В данный момент иммунитета хватает. Вот ганимет конечно на первом месте. Ну и на втором месте вот эта макака. Была бы здесь еще сиара. О, это было бы прям вообще. Друид водяной. В данный момент он не очень. Если честно. Да. Самый топовый. Это конечно же ветер и огонь. Ну не считая лдшных. Понятное дело. Да. Здесь естественно ганимет. Так что если вы хотите купить этот пак дешевле. Обращайтесь ко мне в личку вконтакте. Договоримся. Я вам зайду через ваш аккаунт и куплю вам пак. Собственно уже сегодня через меня купили вот этих 6 паков. Да. Уже сегодня только 6 человек купили паки. За один день его только ввели. Уже 6 человек купило паки. А ну и за первую покупку вам дают еще вот этот вот изменение арены славы. Там короче вы зайдете. Тут анимированное будет. В общем то. И вам дают флаг. Дадут флаг на остров. Который вы поставите. Флаг чемпионата 2018. Да. Вы его просто зафигачите вот здесь там на острове где-то. Просто декор. Он ничего не делает. Просто декор и там развивается. Я так понимаю. И сейчас будет гайд на всех трехзвездочных персонажей ветра. Опять же высказываю лично свое мнение. Если кто-то с ним не согласен. Не надо писать в комментарии. Что вы со мной не согласны. Просто делайте так. Как вы считаете нужным. Я высказываю свое личное мнение. Исходя из своего опыта в игре. Три с половиной года. Начнем соответственно с фурии. Она не заходит никуда. Кроме гексограмма и корма обычного. Насколько помню гекс тоже идет. Поэтому просто корм и все. Абсолютно бесполезно. Ее обсуждать не будем долго. И нугами. Как игрушка. Я его использовал. Бьет действительно больно. Один из сильнейших ветреных дд в игре. Если брать трехзвездочных. Не считая конечно копера. Они все таки разные с копером. Но в принципе у них есть что-то схожее. Бьют они оба от защиты. Только и нугами не пробивает сквозь броню. Что под и нугами нужно. Это баф защиты. Огромное количество защиты. Плюс крит урона естественно. И нужен раскол на враге. Но если он ваншотает с третьего скилла. Он обретает дополнительный ход. И это прям очень круто. И при этом еще один бонус. Чем меньше хп у персонажа. Которого вы собираетесь бить этим рамаханом. Тем сильнее вы его ударите. У меня рамахан бил и 100 и 110 тысяч. По каким-то часункам. По каким-то тмарцам. Когда у них чуть-чуть хп оставалось. Он фигачит просто пипец. Там за сотню тысяч наваливает. Но в данный момент я его не использую. По моему я его даже раздел. В общем чисто игрушка для тестов и все. В высоком рейтинге. В рубине. В 2-3 вы его уже не поизаете. Там уже такая игрушка не прокатит. Чисто такое пофаница. Потестить на ГВ на захвате. И все. А так просто корм и нугами свету. Так дальше. Пифон. Раньше использовался как танк. Против всяких там раканов и прочее. Сейчас я бы уже не качал. Не особо актуальный персонаж. Часто задаваю вопрос. Влияет ли на мультиатаки. Комплект Деспайра. Из каждой ли атаки может застанеть. Насколько знаю нет. Но. Есть такие персонажи. Как Пифон Ветра. Как Тайрон. Он же Сильф. Сильф Водяной. И Роак. Вот на них. Этих персонажей. Если вы оденете Деспайр. У них на первых скиллах. Ну и у Роака за счет пассивки. Вот такое вот дело. Точнее за счет первого скилла. А за счет пассивки вы походите еще раз. У них есть такой некий бонус. И вы можете еще раз ударить. И это будет уже рассматриваться за новую атаку для Деспайра. Что это означает? В Ипифону этому. Когда вы его эвейкаете. Вы ему можете одеть к примеру Деспайр. Ну его чаще в Ампирик одевают. Но и Деспайр тоже может зайти. Плюс контратака. С первого скилла, когда вы бьете, у вас есть 30% шанс. Что вы еще раз ударите с этого скилла. И вот так вот еще, еще, еще. Он может там 10 залпов выдать за раз. А может и 15. Можете посмотреть видосики на ютубе. И с каждой атаки у него будет 25% шанс того, что он застанет. Следовательно с первой атаки он может не застанеть. А со второй, третьей, четвертой, там десятой может застанеть. Точно так же у Тайрона. И точно так же у Роака. Ну Роака никто в Деспайр одевать не будет конечно же. Ну Тайрона могут одевать Деспайр, там во что угодно, как и этого Эрмеду. Но обычно по факту это корм. Новичку точно не нужный. То, что вы сейчас слышали, явно информация не для новичка, а для человека, который просто ищет разнообразие в лейте. Когда у вас там за 150 шести звездочных монстров, конечно можно эпифона раскачать для извращения разных. Голем. Абсолютный корм, чисто как игрушка, некоторыми используется. И все, как танк опять же противоогня, неплохо заходит. Плюс вот эти контратаки, его в башне он задолбует этот регион. По факту корм. Так, Грифон. Лучший персонаж в игре, один из самых юзабельных персонажей в игре. Если взять 5 самых юзабельных персонажей в игре, то Грифон входит в эту пятерку. Что в начале игры, что в середине, что в глубочайшем лейте. Юзабельный Петушара, он у меня мега быстрый. Короче, каждому новичку он дается. Заходит начиная с 10 гиганта, продолжая в башне. Некоторые извращенцы даже на 10 драконе используют, но я его там не вижу абсолютно. И еще его использовать, конечно же, можно на арену. Я его использую под Люшеном ежедневно уже 3 года, наверное. Ладно, не 3 года, у меня Люшены появились 2 года назад. В общем-то 2 года я уже с ним использую плюс Меган, но теперь появилась Бастет. Поэтому Грифон дает хорошую лидерку, ускорение всей пати. Он дает еще и дамагу некоторым персонажам, которые дамажат от скорости, соответственно. Поэтому он мега-мега офигенный персонаж для новичка, для средней стадии игры и в лейте. На ГВ, на захвате и в защиту даже его ставят очень хороший персонаж. Как для его 3 звезд. Большая база по ХП, большая база по броне, большая база по скорости. Офигеннейший персонаж в игре. Один из лучших. Просто мастхэв качать-качать-качать. Во что одеть поначалу? Естественно свифт, как и в лейте. Вы оденете свифт. И начиная с плюс 100 скорости, вы будете наращивать до плюс 180, 190, 200, 220 и так далее. Как можно больше скорости ему. Чем чаще он ходит, тем чаще ходит вся ваша команда. Задача его быть максимально быстрым. И все. Все остальное как бы не от него зависит. Так, дальше. Инферно. Абсолютный корм, обсуждать нечего, кормим все. Высший элементаль ветра. Является полнейшим кормом среди семейства, как и зачастую темный. Но с темного иногда делают интересную игрушку. А вот ветер обсуждать вообще нет смысла. Полный кормецкий. Ну вообще она ни о чем. Именно ветер. Остальные мы уже обсуждали. Я думаю вы понимаете, что где с чем едят. Ветер полная помойка. Кормим все. Биорм ветра. По-моему в гекс нужен, я не помню. Ну а так вообще корм идет. Кормом оборотень ветра. Ну и извращенцы некоторые раскачивали раньше этого шакана под гв. Под захват. Сейчас некоторые используют. Но это чистая игрушка. Опять же инфа для лейтовых чуваков, которые меня далеко не все смотрят. Или вообще не смотрят. Поэтому игрушка не более. Так вообще по факту корм. Так дальше. Амазонка. Является кормом, либо гексограммом. На скиллы заходят темные амазонки. И конечно же светлые амазонки. Кошка. Как и все семейство, абсолютный корм, кроме тьмы. С нее иногда делают игрушку. Проповедница. В данный момент один из лучших бюджетных воскрешал в игре. В чем ее фишка? Она воскрешает и дарует персонажу половину хп от своего текущего хп. Что это означает? Допустим у вашей проповедницы в сумме 50 тысяч хп. Она даст половину своего хп той цели, которой вы собственно воскресите. Вот так вот. Ну 50 тысяч вы конечно не сделаете. Но я так для понимания. Если у вашей проповедницы тысячка хп осталось. Там тысячу хп. И вы будете воскрешать с третьего скилла. Вы воскресите цель и у нее там будет половина от того, что у вас было у вашей проповедницы. Следовательно, когда у вас она фуловая, прям огромный есть смысл воскрешать цель. Если у вас мало-мало хп, то наверное лучше уж подхильтесь и на следующий ход попытайтесь воскресить цель. Потому что у вас банально допустим тот же Тартарус, либо кто-то в пвп может банально ваншотнуть. Вот и все. Но проповедницу где я использую? Я ее использую в данный момент только в лабиринте от Тартаруса. Раньше у меня был Теон, но Теон честно заходит хуже. Второй скилл у Теона бесполезен в лабе, можете даже не спорить. Это я уже затестил, он действительно бесполезен. Как и первый. Проповедница с первого скилла. Мало того, что подхилиться может, еще и неплохо, когда Критонет на 1008 под бафом атаки, она выхиливается на 1003 и больше. Это прям неплохо. Со второго скилла она во-первых хилит все пати и хилит достаточно неплохо. Поскольку она там по 1009-10 она хилит под бафом атаки, даже больше. И при этом она еще и продлевает бафы. Допустим Вуса, который мне кидает купол на 3 хода и иммунитет на 3 хода. Когда ходит Проповедница, она это делает по 4 хода. Она все это продлевает на плюс 1 ход. И, что еще немаловажно, если вас Тартару застанил, к примеру, Проповедница эти станы снимает. Она снимает все дебафы по одному ходу, а те дебафы, которые на вас висеть будут 2 хода, после того, как она завязает свой второй скил, они будут висеть уже по одному ходу. Она ускоряет процесс дебафов и, соответственно, продлевает вам ваши бафы. И, в чем еще фишка, когда она воскрешает с третьего скилла, она дарует этой цели крест на 2 хода, который будет подхиливать ее каждый ход по 15%. А если вы воскресите и после этого еще и подхилите эту цель, то вы дадите крест уже не на 2, а на 3 хода. Следовательно, цель будет выхиливаться 3 хода по 15%, а это еще 45% хп. Это прям неплохо, особенно Перну, которая сама себя не хилит. Вот под Перну это заходит идеально. У меня проповедница стоит с Перной, плюс у меня там стоит Фран, я заменил Калин на Фран, и Фран намного чаще закидывает раскол по статистике, нежели Калин. Поэтому советую раскачать Фран вместо Калин. Намного приятнее, намного лучше персонаж, в принципе, по бюджетности это то же самое. Плюс у меня стоит Перна и Вуса. Перна и Вуса далеко не бюджет, но сам факт, что они стоят там. И проповедница туда зашла очень и очень неплохо, прям шедеврально. Одета она у меня в Фатал, по-моему, атака, хп, атака или что-то такое, скорость собрана допами. И вам советую подобный билдаш. Она должна быть жирная, у нее должно быть много атаки для хила, и, соответственно, у нее скорости должно быть 50-60, приблизительно больше не нужно делать. Ей не нужен Виолент, ей не нужно там 200 точностей делать, точность ей вообще не нужна резиста как можно больше, чтобы она держала там урон, соответственно, и не стояла в станах и прочих-прочих дебафов. Поэтому ее качать можно для Лабиринта, но на Изи нету руны, которая вас убивает, ваншотает. На Нормали тоже, на Харде уже, по-моему, есть эта руна Рейджа, которая вас убивает. Я могу ошибаться, на Харде не помню, потому что в основном прохожу на Хейле. На Хейле точно есть эта руна, и, по-моему, на Харде она тоже есть. В общем, как только вам понадобится воскрешение, вот проповедница вам туда закатывает. Ранее качать ее для ПВП еще где-то я бы не качал. Так, насчет Лучницы Ветра. Игрушка для высокого рейтинга, иногда ее используют в этом, на... Как его? На Гидре, на 4-5-й, но для Гидры 4-5-й у нее достаточно маленькая база ХП и маленькая база по защите. Так что ее не рекомендую. Если вы хотите хорошего, сильного, достаточно бюджетного ДД, то лучше раскачайте Лису Ветра. Лиса Ветра будет на Гидре бомбить каждые три хода очень больно. Лучница тоже неплохо бьет, я согласен, она у меня есть, она у меня раскачана, знает, что такое лучница. Но ее я использую именно под ПВП, как игрушку иногда на ГВ на захвате. И она у меня еще используется, конечно же, на водяном питоне. Там она бьет со второго скилла по 200 тысяч каждые два хода. Это больно, но при этом она одета в дестрой, и если ей одеть нормальный православный какой-то свифт, там, либо рейдж, она будет бить не по 200 тысяч, а где-то по 250-260, и это уже увеличит вам, собственно, урон на этом боссе. Каждые два хода это больно, плюс у нее приятная пассивка для нее, уже увеличит шанс крита, поэтому вы можете там собрать под 50-60 шанса крита, и она по воде будет критовать гарантированно. Вот там уже досчитайте сами. А так используется в гексограмм, либо корм. Охотник Ветра, абсолютный корм. Беспобедитель, кормище, дермище, может только в башне вас напрячь своими этими контратаками и прочим, что он там делает, занимается этой всякой фигней. В общем, только в башне вас может и напрячь, так качать его не рекомендую. Ведьма Ветр, абсолютный корм, зачастую заходит на корм в воде, но из всего семейства качают только воду. На 10-го дракона для пвп и прочего. Все остальное такое себе семейство нерадивое. Ангел Смерти Ветра, гексограмм, либо корм, соответственно, вашему трейну под башню, тоже неплохо может закатить. Еще Светлого иногда качают, но я бы его не использовал абсолютно. Он уже свое и жил, магичка лучше фармит корм намного. Живая броня. Сильнейший Ветреный ДД в игре, который считается ваншотером. Лучше вы просто не найдете, это самый дамажный трехзвездочный Ветреный персонаж в игре. Бьет, ну, в хороших рунах, прям очень хороших рунах, с лидеркой. Допустим, Лео вмажет 65-70 тысяч. Это прям очень хорошие руны. Мой вместе с лидеркой Лео бьет где-то 64-65 тысяч. Мой такой себе. Так вот, одевается через защиту к ридамагу защиту. Комплекты абсолютно не важны. Хорошие статы это 500-600 атаки в плюсе, потому что на третий скилл влияет урон. Я так для себя лично рассчитал. 100 атаки в плюсе ему дают приблизительно 1000-1500 урона. Приблизительно. Не судите строго, там уже сами можете рассчитать. Это я для себя так рассчитал. Это да, и это правда. Это означает, что если вы его бафните на атаку, он еще сильнее вмажет с третьего скилла. Приблизительно. Для сравнения. Если мой копер бьет 64 и его еще и бафнуть на атаку, он уже ударит где-то 73-74 тысячи. Но зачем такой урон, кого вы пытаетесь ваншотнуть, такого количества хп ни у кого нет в игре. И в защите такой персонаж бы точно не стоял. Поэтому копер, хорошие статы, это 400-500-600 атаки в плюсе. Это 1500 брони и больше. Там если 1700-800 соберете, вообще будет идеально. Это 70 шансов крита, специально собрана под гора ветра. Он же амсет, который заливает атак бар. Этому живому броню он дает, соответственно, 30 шансов крита. И баф на защиту, который увеличит на 70% общий показатель защиты. Это очень сильно бустит вашего копера. Как вам там его? Медь, копер. Ну, в общем, чаще всего ее просто копером называют. Медноголовым, ветреным, в общем, по-разному его называют. И крит урон как можно больше. 200 крит урона, 1500 брони, 600 атаки. Вот вам урон в 60 и более тысяч. Но это под лидеркой, конечно же, Лео. Либо чем-то подобным на 50% защиты. Под лидеркой, допустим, того же Бульдозера. Там 21%, это намного меньше будет урон, естественно. Заходит на ГВ, заходит на захвате. Заходит в межсезонку вот лига, которая сейчас вот начнется. Он там тоже используется, особенно там где-то в серебре. Даже до голды его юзают. Так что вполне хороший персонаж. Без него я не вижу своих атак на ГВ и на захвате. Он фактически каждый день используется. Там, где он заходит, он прям вообще красавчик. Панду какую-то водяную ваншотнуть, если вы уверены. Но я не встречал ни одной панды воды, которая бы выдерживала урон от копера. Такой просто не существует. Вот как-то так. Так, дальше. Пьяный мастер ветра. Мое мнение, абсолютный корм все их семейство. Используется чисто ради разнообразия и как игрушка. Если вы новичок, пожалуйста, не занимайтесь херней. Аля, я увидел где-то у кого-то пьяного мастера и раскачаю себе. Это то же самое, что я вам новичку говорю, качайте копера, потому что он заходит на 10 гиганта и вы с ним будете фармить 10 гиганта. Зачем? Он туда не заходит, но с ним фармить можно. Его вы раскачиваете сугубо для ГВ, для захвата, когда вы уже готовы туда качать монстру. Верно? Точно так же и пьяный мастер. Что ветра, света, тьмы, кого бы вы тут не захотели раскачать, это игрушки. Когда вы прекрасно понимаете, для какой цели вы его качаете. И кого он вам заменит, либо вообще на кой хер вы его качаете. Следовательно, вы сделаете вывод, что его качать не нужно. Это как когда вы идете на свидание с девушкой, да? Вы перед этим подрочили. Если вы хотите идти все-таки на свидание, значит в ней что-то есть. Если вы остались дома и придумали причину, что у вас там в дотке катки горят, то соответственно в девушке нет ничего интересного. Вот и все. Точно так же и с пьяным мастером. Да, кусок говна и все. Так, Минотавр. Абсолютный кормецкий. На гекс я не помню какой из них идет. В общем, если он идет на гекс, то значит на гекс. А так абсолютный корм. Ящерица. Корм может задолбать вас только на каких-то локациях и в башне. Потому что вот возвращает вам урон и при этом агрит вас с определенным шансом. В общем-то такой себе персонаж является стопроцентным кормом, но в башне может немножко вас напрячь. Так, Зверолов ветра. Ничего в нем хорошего не вижу. Огненный. Вы уже видели его в действии у меня, я думаю, десятки раз. А вот ветреный. Какашка. Пингвин. А это просто имба какая-то. Вот честно. Наверное, вот если не брать какого-то Бернарда, если бы пингвина давали по... Я не удивлюсь, если комтуасы когда-то доделают вот эти новичковые квесты и вам туда еще добавят пингвина. Если они добавят квесты по башне, да, там пройди 10 раз, там 10 этаж и прочее. Или там пройди без, там, не знаю, не умирая, не потеряв одного персонажа, ну что-то такое, понимаете. Если они добавят туда пингвина, вообще ни разу не удивлюсь. Это просто мастхев персонаж. Вот рано или поздно, помните, я говорил, что когда-то будут квесты, в которых добавят Шеннон, Канамию, Бернарда. И все смеялись с меня, что я рекламировал там эту Шеннон, Бернарда, Канамию на 10 гиганта. Сигму, да, комтуасы сами все это добавили, еще и гексаграмм сделали, видите, подслушают мой стрим. Так что не нес я всякую фигню, а говорил то, что они просто ввели, но попозже. Поэтому вангую, что пингвина тоже добавят в эти, собственно, квесты. Вот, поэтому пиндосик мега популярный, мега полезный в башне на Нормале и на Харде. Ну, Нормал, конечно, можно и без него пройти, я согласен, но на Харде без него будет проблематично. Особенно, если у вас нет там какого-то топового контроля, каких-то первачей, типа там Верада, Зайроса, Ганимеда, там Рик, Шарлот и прочей вот этой дичи, которая мега помогает вам для прохождения хат-башни. Даже с ними пингвин все равно заходит в паре, в совокупности. В чем фишка пингвина? В его всех трех скиллах. Просто они настолько офигенно сбалансированы, что очень сильно вам помогают. Не всегда они заходят, все три скилла, но крайне полезны будут, особенно на волнах и против большинства боссов. С первого скилла он катится там своим шариком и может застанеть цель. Этот скилл вытачивается, по-моему, до 50 или сколько там процентов. Ну, в общем, первый скилл тоже нужно зафулить, как и все. Второй скилл. Вы дотачиваете этот скилл до 100%, следовательно, скилл у вас срабатывает 100%. А вот заагрите вы цель или нет, тут уже будет влиять точность вашего мава и резист вашего врага. Но в чем бонус второго скилла? Вам плевать, какую цель агрить. Вода, огонь, ветер, свет, тьма, абсолютно все равно. И при этом, даже если вы не заагрели, вы гарантированно отхиливаетесь. Там на процентом 30 вы отхиливаетесь. Это прям тоже хорошо сейвит вашего мава, так как он в основном на себя принимает удар. Особенно босса, либо какого-то персонажа, которого вы там не смогли застанеть. У вас там деспайр не прошел, либо скилл не сработал. И третий скилл, который откатывает второй, но не откатывает сам себя. Раньше он откатывал. Как только ввели этого пингвина, он откатывал сам себе еще и третий скилл. Это был баг, конечно, потому что так не должно работать. Это неправильно. И, в общем, это пофиксили. Сейчас у него откат 3 хода на третьем скилле. Виоленте это просто вообще ничто. Абсолютно. В общем-то, я скажу так, что мав это некий, такой, знаете, инцест парадайз между Веромосом и Бернардом. Потому что, смотрите. А, еще и Зефирка на все это дрочил и смотрел, снимал видео. Замир. Дракон ветра. Понимаете, да? А теперь объясню почему. От Веромоса что у него, да? Какие гены у него пошли от Веромоса? Он снимает по одному дебафу. Любому. Даже стан, даже слип, даже заморозку. Ну, все, рандомный один дебаф снимает, когда юзаете этот скилл. Со всей его пати. Дальше от Бернарда он взял скорость. На 2 хода он ускоряет. Ну, естественно, от замирки. Видимо, он тоже там как-то участвовал. Он взял откат всех скиллов всему пати на минус 1 ход. Следовательно, если, допустим, у вашего Боретты остался там кулдаун в 1 ход для третьего скилла. И он вам кровь с носу нужен. Ваш мавчик бежит на помощь. Юзает свой третий скилл. Откатывает вашему Боретте скилл. И Боретта тут же может взять свой третий скилл уже. Вот буквально следующим там ходом. И это часто вас выручает. Этот откат скиллов для башни это неимоверная офигенная тема. Плюс при этом он агрит. Станет с первого скилла против босса очень хорошо. В чем фишка агра? Когда вы, допустим, заходите на такой этаж типа Сиары. Вы агрите Сиару. И она ударит вас только с первого скилла. И только вашего мава. А на следующий раз вы уже можете Бореттой слить этот бар. После этого вы мава там, допустим, откатили скиллы. И опять можете ее заагрить. И вот так вот по очереди держать этого босса на себе. Либо на маве, либо сливать этот бар через Боретту. Либо кто у вас там еще магичка будет наверняка сливать этот бар. Может у вас там ганимед и прочее, прочее, прочее. Если у вас есть ганимед плюс мав. Я не знаю, какие у вас могут быть проблемы с Сиарой. Ганимед сходил, откатил скиллы. Вы там мавом откатили, да, собственно, скиллы. Там всем остальным и так далее. Но ганимед откатывает вашу маву все скиллы. Мав ганимеду второй скилл не откатывает. За миру не откатывает. Почитайте, если что, в скиллах вы никак не откатите эти скиллы. Но третий скилл ганимеду вы откатываете. Так что мав плюс ганимед это хорошая комбинация в башне. Очень хорошая, но крайне сайвовая. Это слишком долго так проходить, но дело ваше. Хотите, проходите. Там уже решать вам. Во что одевается? Поначалу три комплекта энерджи. Одеваете его хп, хп, там точность, допустим, 40 точности. Если собираете допами, можете одеть защиту в шестой слот. Либо там как-то скомбинировать эти слоты 2, 4, 6. Либо можете одеть такой комплект как свифт. Плюс энерджи комплект pretty. Вы одеваете его опять же точно так же хп, хп, там защита, либо точность. И за счет комплекта свифта вы получаете там 25-26 скорости плюс допами под 40. Но самое главное, чтобы ваш мав ходил последним. Но неправильно, когда у вашего мава 5, 10, там 15 скорости в допах. Вам нужно хотя бы 30-40. Он в любом случае у вас будет ходить последним. Если у вас не пати тормозов, у которых по 35 скорости в плюсе. Вся ваша пати для нормала должна иметь скорости хотя бы 50-60 в плюсе. А мав должен ходить последним и откатывать 7 скиллы. Когда они все заюзали скиллы, основные там вторые, третьи, мав сходил, откатил 7 скиллы, так еще и ускорил. А когда вы оденете его в виолентом, после этого еще может прокнуть виолентом, кого-то застанет. Либо заагрить. В общем, мега офигенный персонаж. Про него можно говорить с утками. Чаще всего заходит в башню и иногда еще заходит на водяного питона. Там его тоже используют. Не знаю, зачем наркоманы, короче. Так, дальше. Оливин Квин. Да, этому стриму нужен свой герой. Но явно не вот этот вот рыжий поросеночек. Дерьмо и все, коротко. Но единственное, вот 94-й или 93-й этаж. 94-й, по-моему, поправьте меня или нет. Стоят 3 вот этих коровы и 2 хвы. Это просто какой-то пипец. Я вот вчера кому-то проходил башню. Или позавчера. Течайшая жесть. Такое ощущение, будто кумтуасы там специально резиста им больше добавляют. Их застанет нереально. Дотать нереально. Какие-то просто демоны. Я не знаю, что с ними не так. Что с их семейством не так. Но это просто какая-то дичь. С третьего скилла они башни задал бы чем? Они снимают дебафы абсолютно все. Со всей пати. Еще и ускоряют на 40%. Это жестко для, естественно, башни. Они иногда стоят на некоторых волнах. И стоят на 90, по-моему, четвертом этаже. То нормала, то харда. Они привязаны, по-моему, к бабе. Я не помню. В общем, там они стоят с двумя хвушками. Там вы их найдете. Обязательно. Они вас порадуют. Вы их задебафали. Всю команду задебафали. Пропустили одну корову. У них приоритет на третий скилл. Особенно если есть какие-то дебафы. Не помню ни разу, чтобы какая-то из коров затупила. Причем даже если одна корова походила. Поснимала все дебафы. Вторая походит лишь бы всех ускорить. А третья, как говорится, по приколу. Вот и все. И все мобы походят. И вам, скорее всего, габела. Потому что со второго скилла не бьют больно. Крайне больно. Плюс еще походят хвушки. А если прокнут пассивками. То вам, наверное, тоже гаплык. Ваш пингвин точно отъедет. Поэтому старайтесь максимально четко их контролить. Если у вас там есть какой-то ганимет. Если у вас есть какой-то владыка огненный. Океанас. Они хорошо сюда заходят. Всякие верады и посейдоны не особо. Потому что это ветер. Вы же понимаете. Можете не заморозить. Можете не слить Атакбар. Но, в общем-то, не с первого раза этот этаж проходится у всех. Особенно, когда он на харде стоит. Опасный этаж. И здесь нужно их четко контролить. Сливать Атакбар. Станет, слипать, морозить. В общем, откатывать скиллы. Делайте с ними все. Хвушки две. Они вам не так помешают, как именно вот эти вот поросята. Потому что под дебафами мобы намного слабее. А все-таки без дебафа их, когда они ходят, то, соответственно, они вам наваляют. Ну, а так качать не качать, конечно же, корм. Ковбойша. Ее вы покупать не будете из-за ГВшной очки, если только вы не аутист. Потому что они покупаются рандомно. И вообще ни одна ковбойша в игре вам не нужна. А из тех ковбойш, которые легкодоступны, это, соответственно, легкодоступны. Да, она легкодоступная. В общем-то, она выпадает в СДшки. Вы можете в воскресенье, вот сегодня, там, или когда вы смотрите это видео, достать ее в СДшки. Ее некоторые используют на некроманте, как танкам, так и лидерам, так и замедлении. И раскол она кидает, и крест она кидает. Она хороший юнит, но недолгое время вы ее будете использовать. Если у вас есть две, допустим, шакрамки, плюс две бумерангши, плюс люшен, все, готовая пачка, и вам не нужна эта Лоран будет вообще нафиг не нужна будет. Зря я ее качал, зря я ее переводил на 6 звезд, использовал ее буквально месяца 2-3, и все, как бы. Старая опытная шлюха с разбитым носом, и уже на складе валяется, да, 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 да. Вот, в общем, неинтересная уже тетка стала, поэтому делать ее или нет, решать именно вам. Остальные же полная помойка, качать их не нужно. Абсолютно бесполезная темная, у кого есть, ее там год или два назад давали на Хэллоуин, я ее скормил. Честно, вообще ни разу не жалею, как по мне, она полная помойка. В общем-то, дело ваше, делать эту Ханну Монтану или нет. Акула. Абсолютный корм, либо в гексограмм. Как бы она ни улыбалась вам, в общем, не надо качать, абсолютное говно. Наставник ветра. Именно ветреный, полное говно, ничего из себя не представляет, но может башня вам немного помешает. Так, мумия ветра, абсолютный пипец. Нет, ни о чем, абсолютно. От ветреной вы ничего не дождетесь. Да, она там что-то воскрешает, по-моему, обретает иммунитет. А нет, она не воскрешает, светло воскрешает, я их путаю вечно. В общем, этот намип ничего не делает. Башни, может, он вам в дотов накидает и все. А так, абсолютный корм. Франкенштейн ветра. Единственный, кого никто не качает. И вот он прям стопроцентнейший корм. Любого из семействов можно для какой-то цели раскачать. Особенно огненного, но огненный качается мастхев как копер. Остальные уже как игрушки больше. А ветреный, ну, может его когда-то улучшат, поправят. Ну, бесполезный он, ну, абсолютно. Ну, не надо его качать. Просто на скиллы, либо банально скормили его там кому-то, когда будете переводить на 4 звезды и так далее. Страш эльфов. Какие все их семейства абсолютно бесполезные. Просто полный пэп. Абсолютно бесполезный, особенно ветреный. Ну, башни он может вас немного задумать. Почему? Потому что он получает купол, вот, подвергаясь атаке, уменьшает получаемый урон наполовину. На один ход повышает свою скорость атаки. А, он урон повышает, но понижает. Но, как это работает? Допустим, если у вас там какой-то персонаж мультиатачит, первая атака, допустим, бьет на 10 тысяч. Вторая тоже на 10, третья тоже на 10 тысяч. Первая атака ваша нанесет этому Эрвину, Элвину 5000 дамаги, а вторая и третья ударят уже по 10. Поэтому против мультиатакеров этот Эрвин не работает. Но при этом он получает баф скорости, и это может увеличить ему, естественно, его базу скорости, естественно, на 100%. И он может на вас закидать дотов. Так что тоже постарайтесь его законтролить, чтобы не сидеть под этим большим количеством дотов. Потому что если походит несколько из них, будет проблематично для вас избавиться от этих дотов. Разве что у вас есть хороший квинтер там, либо иммунитет. А так вообще 100% корм. Так, ну и здесь уже пошли четверки. Следующий гайд завтра будет наверняка на 80 этаж Нормала, 90 этаж Нормала и 100 этаж Нормала. А там уже последующий наверняка будет уже будем чередовать, соответственно, на светлых троек. И пройдемся по всем там, всем-всем-всем интересным тройкам. На этом буду заканчивать. Огромнейшее спасибо тем, кто оставляет комментарии. Можете написать то, что я забыл говорить о персонажах. Если вы используете какого-то персонажа из того, кого я назвал кормом, просто напишите, где вы его используете. Возможно, новичку или не новичку будет эта полезная информация. Если я что не оговорил, опять же, можете меня поправить. Если у вас есть какие-то идеи для видео, можете написать комментарии. Я читаю абсолютно все. Комментируйте, оставляйте лайки, делитесь этим видео с вашими друзьями. Вступайте в нашу группу, ссылка будет в описании. Там вы круглосуточно можете задать какие-то вопросы. Напишите мне вконтакте Price. В Price есть абсолютно все, что я делаю по этой игре. Как это получить за деньги, либо как это получить абсолютно бесплатно. Всем удачного прохождения башни, качайте тех персонажей, которые вам нужны в данный момент. И побольше вам топовых рун. Пока-пока.